Вы знаете, у меня бесы вселяются. У меня прям такое отчаяние, я не знаю, что происходит. Я прям чувствую, что вот сейчас Великий пост начался, и у меня вот два дня уже прям проблемы. Ну, помимо того, что вот зуб у меня удаляли, сейчас плюс еще остался, у меня внутренняя душевная. Прям ужас, что происходит, Игнатий Тихонович. Ну, что касается безгрехов, у православных путь простой – идти на исповедь. Молиться само собой, и обязательно пойти на исповедь в храм, какой есть. Ни на кого не смотри, не слушай никакие разговоры. Такого, не такой священник. Разбираемся больше, чем надо. Вот так. И дальше уже разрешается законным порядком. Если есть братья и сестры, значит, ну, нужно знать о чем. Вы не называйте, не имею... Я очень прошу вас, никаких имен, ничего не называйте. Мне это не надо, и никому это... Мне нужно просто узнать, в чем ваша тревога, в чем она выражается? В чем тревога? Какое-то, вот знаете, каждая мелочь, вот, в семье раздор. Все было идеально. Вот я с вами выходила на связь, все было идеально, все было хорошо. А это два дня, прям, вот знаете, вот как бесы вселяются, сама провоцирую скандал, Игнатий Тихонович. Не хочу, все понимаю. Провоцирую скандал. Прям скандал провоцирую, и понимаю, что это не идет от моего сердца. Это от сердца идет. Ну, знаете, в виде... Хочу успокоиться. В виде так шутки уже говорят. Одна пришла, вот та же говорит. Он говорит, я тебе дам лекарство. И давил бутылочку воды, говорит, а святая вода. Как только муж что-то начнет говорить или кто-то, ты сразу в рот бери и твори молитву, не глотай только. Да, ничего. И вот все у нее замолкнуло, дальше сдачи-то нету, а она держит. Так святая водичка помогла, говорит, мне, так и из скандала избавилась. Ни одного слова, только молись. Нигде никак. Вы, знаете, доводите до критической точки кипения мужиков, а потом говорите, а он не такой, благодаря тому, что не убил тебя. Ты еще это будешь благодарить. Да, согласен. Ну, а зачем это нужно-то? Я-то каждый день с женщинами здесь общаюсь, они вот приезжают там, начинают. Ну, зачем тебе это надо было-то? А теперь болеешь ты, подняться не можешь. Мужик такой деловой, верующий, все. Ну, он верит по-другому, баптист. Ну, и вот он все сделал, побелить комнату. Сам из звездки достал, сам побелил. Она пришла, полосы видать, давай перебеливать. А ему это неприятно. Тем более дети здесь рядом. Он старался, он сделал. Я знаю, он что делает. Он делает до того красиво и интересно, как я никогда не сделаю. Я говорю, я дальше... А она-то хорошая женщина-то. Она прихожанка наша. Дальше я начинаю с ней говорить. Зачем ты это делал? Ну, вот я тогда... Ну, тогда-тогда, на плоды-то радуются сегодня. Зачем ты это делала? Он и так неспокойный, его мучает, лукавый-то. Он истину не принимает. Он на исповедь не ходит. У него за всю жизнь не было настоящее причастие. Ну, еретик. Ну, ты-то должна была понимать, какого ты дракониша. Не его, а в нем который. Вот и у меня так получается. Ну, получается. Он не исповедался. Он верит. Он верит. Я встал на молитву. Я понимаю. Ты знаешь, я тебе говорю о чем сотнице. Три святые сотнице. И я прямо тебе говорю, Наталья, помоги Господи. Я тоже верю, что Господь мимо не пройдет. Вот, но ты сама посмотри, не в тебе ли это. Одна приходит, там Анна, назовем ее. Ну, и в церкви-то рассказывает. Муж опять напился. Вот там то, то, другое. Говорит, а ее все жалеют, Аннушка. Какая ты мученица. Сколько ты переносишь. А муж ничего не знает. И однажды намолилась, и нашелся человек, который ей говорит, давай помолимся вместе-то. Помолились, а ты что чувствуешь? Нет, говорит. А я, говорит, почувствовал, что виноват не он, а ты. Намоли ты мне, Бог, говорит, уже полагает на сердце. А как? Я не знаю пока как. Ты его мучаешь, а не он тебя. И бесы, которые в тебе, уже не в нем. Рядом ли они, где, говорит, они тебя разрывают. Ты виновна. Давай молись, признай свою вину. Там-то было такое? Да, было. А тут было, было. Вот и молись теперь о себе. Проходит какое-то время, мужика не узнаешь. Совершенно смирился и за руку бери и веди. Надо глядеть, научиться. Это опыт показывает. Я вот сколько знаю с женщинами, абсолютно всегда. Даже, ну, может, где-то далеко, я не знаю. А обычно виноваты. Ну, зачем ты? Да я вот, не знаю, заревновала там. Он долго в командировках бывает. Ну, он тебе повод давал какой-то? Да нет. Так зачем ты его съедала-то? Он измаялся, едва приехал. А ты только пришел, и ты такая бухтишь рядом. Он готов пойти с коровой спать, чем с собой дома. Вот так у меня виноват. Это моя вина. Это моя вина. Ну, а так вина-то, вина такая. Ты что ж мужика-то не приведешь сюда поговорить? Я ж просил. Не получается еще. Он вообще не готов к этому. Он даже... Он дома молится, но в храм не ходит по воскресным дням. Он не исповедался и не причащался. Скажу честно. Был такой разговор. Я ему сказала, вот соберусь, говорю, еду. Он говорит, я знаю, куда соберешься. Говорит, поедешь к Лапкину в Потеряевку. Он знает, что я вас читаю, вас слушаю, прислушаюсь к вашим советам. Он говорит, я знаю, куда. К Лапкину, говорит, Потеряевку. Ну, вот это хорошее дело сказали. Ты за это его зацепи, скажи, поехали вместе, отдохнем. Отдохнем и поработаем где-то в огороде там то что-то пополоть. У нас работы такой-то и нету сильной. Говорила. Я говорю, поехали на постоянное место жительства. Здесь мы продадим, туда поедем. Там работы, говорю, хватает. А он, хватит, говорит, хватит. И я замолкала только, чтобы скандалами было. Думаю, может, пока еще не готов. Но я эту тему не отпускаю из головы. Ну, человек простыл и говорит, я не могу кашлять и все. Я говорю, ты пила с малиной, а зачем? Он начинает лечиться водкой. Да об этом даже не разговаривали. Ну, дальше ты тебе сказал, ноги, чтобы были в тепле. А ты где был-то? Промок, да и на рыбалке там. Ну, побереги себя. Как молитва не может пойти вопреки природам? Хотя Бог это делает. Ну, мы должны приглядываться, какая погода. Что за человек рядом. Ну, прям на ходу. Смотришь, опять испортил все положение. Ну, мы же уже наладились. С человеком поговорил. Он к вам отношения изменил. На работе выгоняет. Ну, ты сам-то маленько смотри за собой. Зачем ты там с товарищами говорил и его помянул? Ну, он не такой, но он твой начальник. Ты ему помог этим? Не помог. Ты раздраконил его. А я теперь как? А мне теперь стыдно ему глядеть в глаза. Я за тебя заступался, а ты оказался не на уровне. Я рассказываю, ну, маленький пример. Ну, что молитва, Слово Божие, считай, что тебе Бог откроет? Считай псалтырь. Главное, вникай в Слово Божие, в себя и в учение. Ты вот сказала мне только... Ты вот сказала мне только, и ты мне уже сдернула с молитвы. Я уже все дела бросил. Мне тут люди подошли, ждут очередь. Не надо сейчас человека там сатана давить. Мне надо туда. Молитва трудная идет. Бывает, человек неверующий, молитва так легко. А здесь идет и прям вышибает вас из молитвы. Ты что, поняла? Хочешь... Я что-то говорю-то... Нет, сейчас нет, не поняла. Молитва тебе трудно идет. Тяжело. Я что тебе сказал-то? Я не утверждаю, что я правильно рассуждаю об этом вопросе-то. Но чувство у меня такое, что я молюсь, а меня прям вышибает. У меня другие нужды, я туда перехожу. А я встал на молитву ради тебя. Я говорю, господи, вот она такая-то, она заботится. Помоги ей. Я-то тебе поверил, что там тебя действительно демона одолевают. Я прошу прямо борьбы у господа. Ты поразил его. Срази здесь. Дай вздохнуть. Ты дай мне надежду, что ты там ничего нового-то не наворачиваешь. Ни слова, никакого. А когда хороший будет, пригласи его, скажи, давай в гости съездим. Он не курит? А курит? Нет. Ну вот и все, больше ничего не надо. Еще я вам сразу напишу. Ну это что? Это легче. Я дам командировку. У нас там этого нет. Он обойдется. Ему не до этого будет. Скажи, рыбачить можно будет. И отдыхать. И Слово Божие заниматься. Если вам нужно, я вам отдельный домик дам. Но только вставать все по-нашему. В 4-40 вставать и проще. Я редко кому разрешаю. И вам разрешил бы. Ты бы была рядом. У меня люди приезжают. Мы сообща начинаем, когда молиться, земля дрожит. Вот как. Господь тебе и помощь бы оказал. Поговори с ним хорошенько. Подведи его сюда. Не в церковь. Здесь скажи. Давай поговорим. Ну, хорошо. Я его не трону. Я просто поговорю. Он хороший человек. Хороший человек. Да чего ж ты не ценишь-то его, миленькая? Ну, вот не знаю, чего. Вы знаете, Ильна Тихонович? Может быть, с этим как вот. Может быть, я грешна, что в это веру. У меня моя родная сестра. Она старше меня. Она ей 63 года. Но что-то с ней происходит. Это все наши родственники видят. Она как дьяволу удалась. Она какие-то ворожбой занимается. Какими-то приворотами. И на меня у нее какая-то злость. Вот какая-то лизависть, что ли. И вот мы с ней не дружим. Знаю, грех великий. Грех великий. И я вот отправила ей сообщение. В воскресенье. Прощение. А она даже не ответила. Просто заблокировала меня. И она приходила в наш дом в пятницу. Она в пятницу пришла и на углу дома меня ждала. А я покорно подошла. Я не ругаюсь с ней никогда. Она меня позвала. Я тоже на углу дома встала. И она мне начала там про маму говорить. Я говорю, хорошо, ладно. Я все сделаю, как ты говоришь. И как-то я уверенно себя чувствовала. Но потом домой, когда пришла, и вот у меня с пятницы, вот эти недели у меня прям колбасит. У меня внутри, у меня флюс вздулся. Оперировали. Вот уже 4 дня у меня до сих пор только уходит. Дома начала ругаться. Я провоцирую скандалы. И я понимаю, что что-то не то. Я даже жить не хочу. У меня прям было вот это вот все как-то внутри. Я поэтому уже терпела, молилась, Евангелие читаю, чувствую, сама не справляюсь. Вот поэтому вам обратилась. Я не знаю, действительно ли в ней бес или, не знаю, я за нее молюсь. Я как-то стараюсь, чтобы сгладить ее. Наша вот вся родня говорит, что она со всеми переругалась, что у нее что-то происходит с ней, у нее не в порядке. Она в церковь не ходит. А он старше вас? Старше меня на 7 лет. А вы знаете, что в стране в среднем мужчины живут на 13 лет меньше, чем женщины? Вы поняли, нет? Меньше живут, чем женщины, мужчины. А это и причина-то какая? Причины выявлены, уже показаны, притом верующие исследования делали. Говорили, вот там одинокий, монахи, там прочее. Как раз одинокий дольше живет мужчина. Одинокий, когда он неприходливый, ему нужды нигде нет. Вот такое дело-то. И вы даже с этой позиции то знаете, что он меньше живет. Делаем исхождение какое-то. У нас в стране где-то около 9 миллионов женщин, которые там бывают разведены, а которые мужиков нет, они не выходят замуж. Это которые 9 миллионов тебе позавидовали бы. Наташенька, что ты делаешь? У нее нет мужа, у сестры мужа нет. Она разошлась с ним 30 лет назад. Он уже умер. Я не конкретно говорю, я просто говорю, чтобы ты отношения, я ни о ком не говорю, к тебе лично. Ему умирать раньше, ну пожалей как смертника. Хорошо. Ну что вы делаете, это прямо... Понимаешь, то, что ты делаешь, это в настоящей мусульманской стране, ни одна мусульманка этого не помыслит даже. К ней пришли, она говорит, да, я у него четвертая жена. Говорит, у него в шкафу висит костюм. Я говорю, знаю, через два часа он будет у Татьяны, потом у Нины, а потом ко мне придет. Ну не закон такой. И ревности вообще у них нету. Какая ревность когда-то официально? Она шла и знала, что она не первая у него жена. А как, говорит, это очень хорошо. Дети есть у всех, говорит, мы к одной сносим. Одну неделю одна водится с ребятишками, другая. Я более свободна ему. То есть они по-своему... Но у нас этого нельзя делать. Поэтому ты просто сама снизойди к этому состоянию. Он умрет раньше. Он умрет раньше. И ты еще будешь сидеть и... Теперь, говорит, уже она в дурдоме, она, говорит, на два голоса разговаривает. Что он якобы отвечает, и она дальше... Она не может выйти из этого состояния. Как Жириновский говорил, говорит, 55, что ли, лет исполнил. Он сразу в дурдом жену сдавает, говорит, чтобы самому выжить. Чем не дальше, тем больше дури гонят. Ну, я не могу пробиться через этот. Это стена, которую вы строите из себя. Мужчина звонит другой раз. Там, смотришь, молишься легко. Прошло немного времени. Он говорит, у меня все наладилось. Я говорю, давай вместе только. Я один еще не помогу. Это же очень тяжелое дело, чужое бремя нести. Вот один сидит в келе, а келе окошечком сюда. Ну, один подошел и золотую монету большую ему дал. И говорит, помолись за меня. Он говорит, я не нуждаюсь. Ну, возьми. Ну, это он взял. А теперь ему ночью сон, который подал-то. У него грехов он торгует. Между куплей и продажей, как между камнями гвоздь. И человек, который взял эту монету, он видит, как тот идет мимо и говорит, ну, ты доставай. А что доставай-то? А его крещенская там одежда где-то в кустах, терновник, глядит на себя голый. Доставай, ты взял деньги. Да я... Он утром пришел здравствуйте. Думает, он к нему расположен. Он так катнул ее монету-то, а она покатилась вниз. Говорит, забери ее. Не надо. Да я сегодня всю ночь за тебя мучился. Ты в тернии сидишь. В кустарнике там. Не пройти, не лезть. А мне только и голому налезть за тобой. Я не могу тебя вытащить. Мы маленько. Даже из рассказов таких можно взять пользу. Они просто... А, я помолюсь. Как в церкви. Любое дай там. Они будут повторять. Я должен тебе сочувствовать. Страждущим. С плачущим плакать. Это не просто так. Поможет тебе Господь. Начни пока с этого. Посмотри все за последний хотя бы месяц исследуй. А потом дальше копни глубже. Да и выбери момент, когда он нормальный. Ты подойди и скажи, я виновата. Прости меня. Вот это тогда-то, тогда-то было. Я не имела основания никакого так с тобой разговаривать. Жена доущества безмолвия. Я нарушила заповедь Божью. Ты посмотри, какое будет у него лицо. Выбери момент. Не сразу. Да на бумаге запиши, чтобы не забыть. Хорошо, хорошо припомни. Когда он был недоволен тобой. Почему? С чем это связано? Ну, начни исследовать. Мне не надо это. Я просто тебе подсказываю. Да он не бывает мне недовольный. Это я начинаю вот эти вот пять дней. Я прям начал его как покусывать, что ли. Так меня поняла? Нет, что я сказал? Чувствую, что от меня. Что я сказал? Возьми бумагу и карандаш или ручку. И все запиши для себя. Примерно чисто вспомни. Дневник-то ясно, что ты не ведешь. Растяпа такая. Я вот дневник веду 70 лет с лишним. Дневник каждый день записываю. И в тюрьме, и в больнице всегда пишу. И легко найти, что было вчера. Ну, и припомни примерно где-то. Выбери момент, когда он будет благорасположен. Подойди к нему, обними, положи голову ему на плечо, на грудь. И скажи, виновна я. И меня совесть обречает. И Евангелие мне говорит об этом. Я должна молчать. Не властвовать над мужем. А вам нравится муж подкаблучник, чтобы ты там командовала. Тоже мне атаман. Ну, что, подходит, что, нет? Я хотела, знаете, еще что сказать. Я вам сейчас ответила на вопрос «да», но не поняла. Я сказала вам «да», я поняла, что вы спрашиваете. Сестра старше? Вы так? Нет, муж, я про мужа спросил, не сестра. Про мужа, вашего мужа законного. Старше он, не старше. Ну, легко вычислить, сколько лет ты будешь жить одна без него. И тогда будешь, говорит, а локти кусать. Такой мужик-то, который тебя не отлупил-то ни разу, даёт. Это вообще золото. Да еще начинаешь ты ей там глупости. Да не знаю, как ты живая осталась еще. Да любой бы тебя зашиб за это. И все, собрал свои чемоданы, да, или тебя выкинул оттуда. Я на стройке, он был тоже, она. Он знал я, что меня уже так нет, да. Я могла уйти от него. А теперь барьерка пришел, меня пнул под задницу. Я вылетел в коридор, там, головой на лестничной площадке ударилась. Если бы раньше, то я бы сказал, я его оставил. А теперь он меня выгнал. Ей это не нравится. Вот она пришла на работу и рассказывает. Ну, что, да ничего, говорит, с мужем расхожусь. Паразит пьет, наверное. Да какой пьет-то, в рот не берет. Не берет? Так он хоть работает? Да работает он хороший на работе. В КГБ устроился шапером. Так это серьезная организация. Там не... Да все, да ладно. И деньги приносит? Приносит. Так, Тамара, еще тебе надо? Да он паразит к баптистам пошел молиться теперь. Да теперь-то какое дело? Баптистам он пошел или к яговистам. Он тебя тащит туда? Нет. И ты ходишь в кино везде. Все, сама хожу. Что тебе надо? Скажи, объясни мне. И ты развелась? А теперь-то, когда узнала все, теперь она, говорится, да не укусишь. А ей подруги все на работе стали тыкать, что ты делаешь? Мужик-то какой мы его видели, богатырь настоящий, чемпион по поднятию тяжестей. От кого ты отказываешься-то? Замечен с бабами где-то? Нет. Он говорит, Бога боится. Так а что тебе надо-то было от него? Пилила ты его? Каждый день пилила. И мне казалось, я умнее его. Ну и подровнялась, да, подровнялась. Теперь одна на кухне. Да, это так жизнь, правда. Это у меня записан один ролик такой. Это не где-то было, в Германии. И она, говорит, все время казалась ему против его умнее. У меня образование такое. А теперь одна, он ушел, другой. Да ладно, он хоть еще и к детям хорошо относится. У меня историй таких много. И причина в женщине. Абсолютное большинство. Редко-редко, когда... Ну, просто он ее возвысил вначале, а потом на место поставить трудно. И Сидора Пилсиот говорит, чем строже обращается мужчина с женщиной, строже, тем она более привязана к ним. Она понимает, тут не шутки. Да если он еще не безбородый, она за бородой, как за скалой. Ты вот, первое, что я скажу тебе... Смотри на меня, Наташа, внимательно. Видишь, как я застегнутый? Нету. А ты женщина распустила. Зачем тебе это вниз-то? Воротник должен вот здесь быть, сходиться, а не там, где-то внутри. Во-во-во. Сейчас не дергай, потом отойдешь, когда... Зашай, чтобы вот так вот только было застегнуто. И вот так вот, смотри внимательно. Вот она. Ты думаешь, я когда застегнулся-то? Когда я застегнулся, ты знаешь? Давай посчитай, в 61-м году. Это сколько? 40? 60 лет застегнутый. Почему? Я видел, как за это наказывают в армии. А я не люблю, как я говорил, чтобы на хвост наступали дважды. Я даже спать ложусь, когда и застегнутый. Понимаете как? А у меня не били, ничего нет. Я не знаю, как его звать. Но я видел, другого наказал, старшина. А это для меня. На чужом опытеущемся. И я знаю, что если застегнутый галстук нужен там у Путина, у других. Если он галстук снял, обязательно надо расстегнуться. А там масонский, оказывается, устав. Я не знал. Если костюм есть, то на костюме только одна пуговка верхняя может быть застегнута. Остальные нельзя застегивать. И они все выдерживают. Вот посмотрите, где они бывают. Одинаково. Галстук снял, сразу. Обязательно должна быть пуговица верхняя расстегнутая. И он вот так вот сидит. И даже смотреть-то неприятно. Вот сейчас покажу. Смотри. Минутку. Вот так вот. Вот так вот сидит. Ну, значит, тут же разница, что ты шалман. А когда застегнут, это подобранный человек. В войну даже в армии были на пронте. Каждый застегнутый. А ты дома. Зачем тебе это сердечко делать здесь? Тебе же не 15 лет. Нет, у меня здесь застегнута. Ну, а застегнута. У тебя воротник должен сходиться вот так вот. Вот так вот. Вот под горлышко. Воротник вот сюда должен быть застегнутый. Ну, вот сама видишь как. Это мелочь. Это мелочь. Но я тебе по делу говорю. Начни с малого. Вот выбери возможность. Во сколько встаешь? Пол шестого. Шесть. Так, ты с нами в молитве-то бываешь утром? Утренней нет. Вечерней была. Потом меня что-то выкинуло. И я больше сама дома читаю. Хорошо. А почему утром с нами? С нами утром? Почему не хочешь помолиться? Ну, ваше утреннее в четыре моего утра идет. А у меня на работу я работаю. А, вон как. Ну, у нас начинаем-то молиться в пять. А у вас получается в четыре? Это ваше в пять, моего четыре. Тоже мы встаем-то в четыре сорок. Я вот встаю всегда во втором часу ночи. Или в первом. Ну, я еще работаю, Градий Тихонович, мне еще тяжело. Я просто прощупываю почву. Это тебе большая помощь была бы. Когда не работаешь, ну, можешь зайти, зарегистрироваться или как там. Знаешь, как к нам зайти? Что? У Сергея Павловича Пупкова. Я скину тогда вам в конце? Да, я же была у вас. Ну, раз была, я с вами в эфирах. Так, вопросы какие еще? Сейчас, какой у тебя вопрос? Вот, молитву почитать. Ну, все, считай. Сегодня я скинул как раз, ну, вы знаете, великопостные молитвы. И прямо сирина. Так. Господи, владыка живота моего. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дай мне. Душа соломудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне. Я рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, чтобы не осуждать брата моего, ибо Ты благословенный во веки. Аминь. Весь пост считается везде, кроме субботы и воскресенья. Вечерняя. И эту молитву мы сегодня уже на молитве считали. Мне утреннее тяжело. Вечернее я подключусь. Я вот в вечернюю хотела подключиться в 10, а потом узнала, что, оказывается, на час раньше начали. Время изменили. Так вы можете подсоединиться к тем, которые рядом, в Казани. Я вот с Вячеславом. Мне у него очень нравится. И я у них на вечерней всегда была. Он очень хороший человек. Да, я прям ему благодарна. Он мне помогал. Он мне скинул ваши толкования. Я их дома распечатала. Прям хорошая семья. Он очень хороший. Супруга у него вообще. Я смотрю, она прям для меня молоденькая. Она как эталон. Показатель. Вот все закрыто. У нее шея, корочки. Все прям такая умничка. Значит, договорились. Грудь закроешь, чтобы у тебя под подбородком все сошлось. Вот это все уничтожь. И уже никогда так не появляется. Нигде и никогда. Хорошо. Я не себе прошу чего-то. Это закон. У нас все, смотрите, которые на моление приходят, как они одеты. Как в храме. Как у них два платка и как под булавку смотришь, какие они красавицы. Это сильно красит женщину, когда она одета по этой форме, как хиджаб на ней надеты. Ну все. Все. Ну, знаете, Тихонович. Ну, вашу молитву прошу, как мы будем? Мы будем читать или как? А вот сейчас, как говорили, три святоя. Три святоя просчитай и сто поклонов. Если можешь, земные. Мне нельзя молиться земные, я больше трех не делаю. У меня две грыжи, сделали операцию на спине, на позвонке. И поэтому у меня он сползает. Я тогда встать уже не смогу. Поэтому я себя держу в этом. Три поклона, четыре я все равно сделаю, остальные поясное. Я долго не мог поясные делать, не давал операции. И все давил, давил себя нахрен, что-то хряснул и стал кланяться. Ну, с Богом тогда, Наташа. Давай. Хорошо. Подвязайся. И нигде, никак. Выбери момент, что я говорил. Вот посмотри, когда я поставлю, вот то, что мы разговариваем, посмотришь и, ну, еще раз в себе закрепишь. Ну, с Богом. Отошел. Спасибо, Христос.